Помолимся. Господи, благослови наши занятия по Слову Твоему. Не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. Прибудь с нами в этот вечер благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжение следует. Сергей Игнатов, микрофон выключите. Иерахиль, Загидуя Антоновна. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 14 стихи. И родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышне Богу и на земле мир в человеках благоволения. Кого-то микрофон не выключи. У Рахиля Загидулины. Выключи микрофон. Рахиль, слышите меня? Да, да, слышу, сейчас я что-то сама не могу вот теперь. Выключусь, опять зайду, ладно? Толкование. Ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобия, так как они, видимо, подражают образу жизни праведных. Ибо и древние патриархи Иаков, Моисей и Давид были пастырями. Ангел не явился в Иерусалим фарисеям или книжникам, ибо они были вместилищем всякой злобы, а те, не будучи коварны, удостоились божественных видений. Господь показал этим, что Он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые просто сердечнее других. Ибо они пошли и стали проповедовать обо всем этом. Ангел благовестил великую радость, которая, сказал, будет для всех людей, собственно, для людей Божиих. Ибо не все иудеи народ Божий, но воплощение Бога было радостью и для всего рода человеческого. Что означает песнь ангелов? Без сомнения, благодарность горних чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Ибо говорят, слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом. А теперь как примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли мир Бога с человеком? Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о себе. Евангелие Таана 14, 27, 16, 33. Итак, самый мир, Сын Божий явился на земле. И в человеках благоволение, то есть упокоение Божие. Ибо теперь Бог упокоился и обрел Бога угождение в людях. Тогда как прежде не благоволил и не находил в людях угождение себе. Вопросы? Евангелие от Луки, 2 глава, с 15 по 18 стихи. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли и нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в ясле. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. Толкование. Пастыри сии суть образ духовных пастырей, архиереев. Итак, архиереям должно хранить свое стадо и играть, то есть петь нечто духовное и учить народ. И тогда они удостоятся божественных видений и слышаний. Вифлеем значит дом хлеба. Какой же это иной дом хлеба, как ни церковь, в которой отложен он и хлеб. Итак, дело словесных пастырей искать небесный хлеб. И когда увидят сей хлеб, долг их проповедовать и другим. Подобно как пастыри, увидев младенца, передавали о нем и другим. Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. Нести проповедь, учить людей боговедению и проводить их ко святому крещению. Вот единственный наказ, оставленный Иисусом Христом своим последователем. Евангелие от Марка 16.15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Матфея 28.19.20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Только тогда, когда исполняется долг проповеди другим, Бог обещает быть с такими последователями, быть во все дни. И заключение от обратного. Если нет проповеди о Христе и пастыри никуда не идут, то с такими Христос не обещал быть ни во все дни, ни в один день. Вопросы. Евангелие от Луки, 2 глава, с 19 по 20 стихи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Как им сказано было. Толкование. Те, которые сказал ей ангел и пастыри, она соблюдала их и слагала в сердце своем. То есть обсуждала и во всех находила одну согласную мысль, что сын ее есть Бог. Пастыри возвратились с благодарностью Богу за все, ибо они не были завистливы, как иудеи. Вопросы. Евангелие от Луки, 2 глава, с 21 по 24 стихи. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписанного в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Толкование. Когда закон дал заповеди, тогда нарушители он их подвергались проклятию. И так Господь обрезывается, чтобы и в этом, исполнив закон и не опустив ничего из заповеданного он им, искупить нас от проклятия. Исследовать же, где находится обрезанная часть, бесполезно. Ибо не должно изыскивать того, о чем Писание умолчало. Да это и совершенно бесполезно. Можно сказать, что она по отрезании пала на землю и осветила Оную, подобно как кровь и вода, истекшие из ребер его. А он известным ему образом сохранил частицу эту, неврежденной, и по воскресенье снова воспринял Оную, чтобы и всем отношении не оказаться с недостатком. Подобно как и мы в воскресенье получим тело наше в целости. Примечай, что Господь зачался не тот час, как ангел сказал, и вот зачнешь, но после всего, когда восхотел. Ибо смотри, что здесь говорит, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. Это видно и из самого изречения, ибо не сказал, зачинаешь, но зачнешь. Из всего можно заключить, что Господь зачался в то время, но не в ту самую минуту, когда говорил ангел, а может быть, когда окончил речь. Впрочем, мы говорим это неутвердительно. Хорошо сказал по закону Моисееву, ибо поистине дева не имела необходимости ожидать дней очищения, которых в случае рождения мужеского пола было сорок. В законе сказано, женщина зачнет от семени и родит младенца мужеского пола. В Девитам 12.2. А дева зачала не от семени, но родила от Духа Святого. Поэтому она не имела необходимости, а пришла во храм по желанию исполнить закон. Почему же в случае рождения мужеского пола дней очищения семь, а женского двое? Цитирую. Если женщина, сказано, зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечисто будет семь дней. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечисто две недели. Левитам 12.2.5 стихи. Потому что родившая мужеский пол вводит в мир другого Адама, а родившая женский пол рождает другую Еву, сосуд слабый и малосильный, сосуд глиняный, разбитый, трость обмана, наставницу прислушания. Слова закона «Чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, сбылись собственно на одном Христе, ибо Он сам разверз ложесна девы, тогда как у прочих матерей ложесна разверзает муж». Закон повелевал приносить пару горлиц в показание того, что деторождение от чистого супружества, ибо о горлице говорят, что она целомудренная птица, так что лишившись своего самца, с другим не совокупляется. Если же родители не имели горлиц, то приносили двух птенцов голубиных, чтобы жизнь сего дитяти послужила к многочадию, ибо голубь – птица многоплодная. Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 по 32 стихи. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, читающий утешение, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Симеон не был священник, но был человеком боголюбивым. Он ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от рабства греховного, а может быть и от рабства римлян и иродово, ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен и в чести у царей всех людей. Посмотри на апостолов. Не были ли они рабами римлян? А теперь цари римские почитают их и поклоняются им. Итак, для них, израильтян, Христос стал утешением. Смотри, как святые тело считают узами. Потому и говорит, ныне отпускаешь, разрешаешь как бы от уз. По слову твоему говорит о полученном им предсказании, что он не умрет, пока не увидит Христа. С миром вместо спокойствия, ибо человек, покуда живет, метется, как Давид говорит в Псалом 38.7. Умерший же находится в мире. С миром можно разуметь и иначе именно с получением ожидаемого. Прежде чем я увидел Господа, я, говорит, не был спокоен помыслами, но ожидал его и всегда помышлял с заботой, когда он придет. А теперь, когда я увидел его, я успокоился и перестал думать. Я разрешаюсь. Спасением назвал воплощение единородного, которое Бог уготовал прежде всех веков. Уготовал это спасение пред лицом всех людей. Ибо для того он воплотился, чтобы спасти мир, и чтобы воплощение его явлено было всем. Спасение это есть свет к просвещению язычников, то есть для просвещения обращенных язычников и славу Израиля. Ибо Христос есть поистине слава израильского народа, потому что от него он воссиял, и поистине благоразумные находят для себя величие в этом. Так говорит Симеон. А мне кажется, что сему Симеону приличествуют и слова Давида. Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Псалом 90, 16 стих. Вопросы? Евангелие от Луки, 2 глава, с 33 по 35 стих. Толкование. Симеон благословил обоих, а речь обратил к истинной матери, оставив мнимого отца. Се, говорит, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле. Нападение не верующим, а верующим на восстание. Знамение есть крест, который доселе находит противоречие себе, то есть не принимается неверными. Называется и воплощением Господа знамением и знамением чудным, поскольку Бог стал человеком, а Дева – матерью. И тебе самой оружие пройдет душу. Оружием называет, может быть, скоть, бывшую при страдании, а может быть и соблазн, который прирозился к ней при виде Господа распятым. Ибо она, быть может, помышляла, как был распят, умерщлен и оплеван тот, кто родился бессеменно, творил чудеса, воскрешал мертвых. Да, откроются помышления многих сердец. Сие означает то, что откроются и обнаружатся помышления многих соблазняющихся и облеченные, они найдут скорое врачевание. Например, и ты, Дева, откроешься и обнаружишься в своем мудровании о Христе, потом утвердишься в вере в Него. Подобно и Петр оказался отвергшимся, но явилась сила Бога, снова принявшего его через покаяние. Вопросы? Евангелие от Луки 2 глава с 36 по 40 стихи. Тут была также Анна Пророчества, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою служила Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Толкование Евангелист останавливается на повествовании об Анне, перечисляет ее отца и колена, чтобы мы знали, что он говорит истину, так как он приглашает как бы многих свидетелей, знающих отца и колена. Она вместе с другими славила Господа, то есть благодарила Его и всем передавала о Господе, что Он есть Спаситель и утешение нас, ожидающих искупления. По исполнении всего они возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Вифлеем был также их город, но как отчизна, а Назарет как место жительства. Иисус возрастал по телу, хотя Он мог бы от самой утробы достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда мог бы показаться призраком. Поэтому Он растет мало по малу. С возрастом проявлялась премудрость Бога слова. Ибо Он был мудр не по успеху в учению. Прочь такая мысль. Поскольку же Он прирожденную премудрость открывал мало по малу, то говорится, что Он успевал и укреплялся духом сообразно с возрастом телесным. Ибо если бы Он явил всю мудрость в самом первом своем возрасте, то показался бы чудовищным. А теперь, обнаруживая самого себя, сколь можно, в соответствии с возрастом, Он исполнял домостроительство, не приемля мудрости. Ибо что было бы совершеннее совершенного из начала? Однако же Он присущую мудрость обнаруживает мало по малу. Вопрос. От Луки 2 глава 41 по 50 стихи. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметил ли того Иосиф и матерь его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми. И не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разумом и ответом Его. И, увидев Его, удивились. И матерь Его сказала Ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Толкование. Иисус вместе с родителями входит в Иерусалим, чтобы во всем показать, что Он ни Богу не противится, ни требованиям закона не сопротивляется. Когда они исполнили дни, то есть семь дней Пасхи, то остался в Иерусалиме. Рассуждал с книжниками, давая им вопросы от закона. И все дивились. Видишь ли, как Он успевал в мудрости, так что для многих был предметом любознательности и удивления. Ибо обнаружение мудрости Его есть самый успех Его. Богоматерь называет Иосифа отцом, хотя и знала, что Он не есть отец. Без сомнения, она именует Иосифа отцом Его ради иудеев, чтобы они не возымели какой-либо нечистой мысли касательно его рождения. Уже ли предполагали, что Он как дитя потерялся или заблудился? Прочь такая мысль, ибо она не могла прийти ни при мудрой Марии, получившей бесчисленное о Нем откровение, ни Иосифу, которому и самому было открыто, что Он от Духа Святого. Но они искали Его за тем, чтобы Он как-нибудь не отстал от них, чтобы как-нибудь не оставил их. А когда нашли Его, смотри, как Он отвечает им. Так как Дева назвала Иосифа отцом Его, то Он говорит, не Он, Иосиф, мой истинный отец, хотя Я был в Его доме, но Бог мой отец, и потому Я в Его доме, то есть в храме Его. Но они не поняли, что Он сказал им, ибо это была тайна. Вопросы. Евангелие от Луки, 2 глава, с 51 по 52 стихи. И Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Толкование. Иисус повиновался родителям, давая и нам образец, чтобы мы повиновались своим родителям. Дева соблюдала все это, ибо делала, и слова отрока были божественны, и являли в нем не 12-летнего отрока, но человека совершенно зрелого. Для объяснения того, что значит преуспевать в премудрости, Евангелист присовокупляет и в возрасте. Ибо преуспевание в возрасте называют успехом в премудрости. И в любви у Бога и у человеков. То есть творил угодное Богу и достохвально от людей, но прежде был приятен пред Богом, а потом пред людьми. Ибо прежде должно угождать Богу, потом людям. Иван говорит, Луки глава третья с первого по третьей стихи. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. Филипп брат его четвертовластником в Итуре и Траханицкой области. А Лисами четвертовластником в Авелинеи при первосвященниках Анне и Каиафе. Был глагол Божий Киану, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестности стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Толкование. Справедливо упомянуто о времени и о властителях, чтобы показать, что при Христе прекратилось преемство начальников иудейских. Поскольку егемоном был Пилат, человек из другого народа, четвертовластники, сыновья Ирода, Аскалонитиянина, и чтобы поэтому за верное было принято, что пришел Христос по пророчеству Яковлеву. Под глаголом разумей или Духа Святого, или Повеление Божие, он проповедовал людям крещение покаяния, то есть исповеди. А это крещение содействовало им к оставлению грехов, даруемому через крещение Христово. Ибо крещение Иоанново не имело оставления грехов, но вело к оставлению, то есть приготовляло людей к принятию Христово крещения, имеющего оставление грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз лопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стез ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и кузрит всякая плоть спасения Божие». Толкование Путь, который повелевает уготовить, есть образ жизни по учению Христово, ибо Господь вскоре имел проповедовать. В стезе суть заповеди закона как бы уже истертые, повелевается делать их прямыми, потому что фарисеи развращали заповеди. «Ибо долины наполнятся, то есть естественные наши силы, ослабевшие для добра и пришедшие в низкое состояние, восполнятся. Всякая гора и холм, то есть противные силы и пожелания, кажущиеся нам вложенными с природой поистине ослабели. Не все сделалось ровным, и кривое переменилось на прямое. «Ибо Христос упразднил противные силы, которые здесь называются горами и холмами, и оживил природные наши побуждения к добру, которые евангелист назвал наполняемыми долинами. «Ибо Он для того и воплотился, чтобы восставить нашу природу в собственный ее вид. Евангелие пронесено по всей земле». Вопросы? Евангелие от Луки, 3 глава, 7 по 9 стихи. «Иоанн, приходившему креститься, от него народу говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Толкование. «Иудеев называют порождениями ехидниными, потому что они оскорбляли своих отцов и матерей, ибо это животное, говорят, поедает утробу матери и таким образом рождается. Притом они убивали пророков и учителей. Будущим гневом называют вечное наказание. «Достойные плоды покаяния составляют не только удаление от зла, но и упражнение в добре, ибо совершение добра есть поистине плод и порождение покаяния». «Не начинайте говорить в себе, что вы хорошего рода, и, надеясь на отцов, не оставляйте добродетелей». «Утроба Сары, хотя была тверже камней, однако ж она получила благодать деторождения. Секира есть божественный суд, исторгающий недостойных из среды живых. Если, говорит, не покаетесь, будете лишены жизни. Секира лежит при корне ваших деревьев». Под корнем, разумеется, жизнь, как мы сказали. Но под корнем можно, разумеется, родство с Авраамом. От этого родства с Авраамом по апостолу Римлянам 10 глава 19-21 стихи «Отсекаются те, кои недостойны быть его ветвями». Наказание двоякое, ибо грешный и бесплодный не только отсекается от сродства с праведными, но и в огонь ввергается. Толкование. Ой, вопросы. Вопросов нет, идем дальше. Евангелие от Луки, 3 глава, с 10 по 18 стихи. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли мы-то рекориститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень и убыли. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. И многое и другое благовествовал он народу, получая его». Толкование «Простой класс народа он убеждает быть усердными к милостыне, повелевая, чтобы имеющий две одежды уделял неимущему. Мытарей убеждает не взыскивать, то есть не требовать ничего лишнего. Воинов убеждает не похищать, но довольствоваться оброками, то есть жалованием, такое обыкновенно дается от царя. «Смотри, как Иоанн, простой класс народа, как неизлобивых убеждает делать нечто доброе, то есть уделять другим. А мы, тареи и воинов, удерживаться от зла». Ибо сии не были еще способны, не могли совершать что-нибудь доброе, а им достаточно было не делать зла. Доброитель Иоанна была столь высока, что все помышляли о нем, не он ли самый Христос. Отвращая таковое мнение, он говорит, «Различие между мной и Христом, во-первых, то, что я крещу водой, а он – духом и огнем, а другое – то, что я не достоин даже развязать ремень обуви его». «Что значит слова «крестить вас духом святым и огнем»?» «Совершенно ясно, ибо он послал апостолам духа, и над ними явились разделенные огненные языки». Деяния 2 глава 3-4 стихи. А слова «недостоин развязать ремень обуви» очевидно означают то, что я недостоин поставить себя так же и в последние рабы его. В более сокровенном смысле обувь обоих ног Господа суть явления его с неба на землю и сошествия с земли в ад. Способа этих двух явлений никто не может разрешить, хотя бы подобен был даже Иоанн. Ибо кто может сказать, как воплотился Господь или как сошел в ад? Слова «лопата его в руке его» означают то, что хотя он и крестит вас, вы не думайте, что вы уже безнаказаны. Но если вы, последующие за этим жизни, не сохраните себя беспорочными, то он пожжет вас огнем неугасимым. Плевел есть тот, кто имеет бесплодные умы, прилагает большую заботу только о предметах житейских. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием. Евангелие. Комментарий Игнатия Лавкина. Если Евангелие известно православным прихожанам, как книга, которую с великим почтением и благоговением выносят из алтаря, держа его выше головы, как книга, лежащая на аналогии, закрытая и застегнутая на застежке, книга, крышку которой можно поцеловать, то слово «благовестие», то есть слово «евангелие», переведенное на русский язык, совершенно неизвестно. Но слово «благовестие» имеет более расширенный смысл. Благовестие означает не просто наличие этой вести в книге, но распространение этой вести, вещание ее, проповедь, Евангелие. Самое доброе учение, какое когда-либо существовало на земле, есть весть о рождении ребенка, о исцелении от неизлечимой болезни, воскрешении из мертвых, победа над страшным и грозным противником. В идеале это выражается в слове о победе Христа над дьяволом, над смертью, в даре прощения грехов, что Христос умер за наши грехи и дарует нам вечную жизнь. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием Евангелия. Когда человеческое сердце, тронутое Духом Святым, принимает евангельское семя благовестия и верою оплодотворяется, душа получает неземное утешение в земных скорбях в этой юдоле печали. Там, где нет проповеди Евангелия, знойная пустыня, заросшая терновником. Это характеристика тех, кто не родился свыше от живой проповеди Евангелия. Третья книга Езда, 1678. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло к устарникам и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может, оно оставляется и обрекается огню на истребление. Богослужения и таинства, дарованные Богом для возрождения через благовестие, сегодня считаются крайне необходимыми для неверующих и будто бы могут их оживить, стать утешением и наставлением. Блаженный Феофилакт опровергает это заблуждение, укоренившееся сегодня в православной церкви. Не богослужение, не исповедь и причастие, но проповедь Евангелия, благовестие, есть поистине утешение для погибающих в безбожном мире. Вопросы? Евангелие от Луки 3 глава с 19 по 22 стихи. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу, когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлась небо, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Толкование. Евангелист к месту вставил здесь слово об Ироде. Он как бы так говорит, хотя народ весьма высоко думал об Иоанне, но Ирод, обличаемый от него, ко всем злодеяниям своим прибавил и то, что заключило его в темницу. Повествует как бы с глубокой скорбью и сильной жалостью о том, что Ирод так неправо поступил с Иоанном, тогда как народ имел о нем высокое понятие. Отверзлась небо для того, чтобы нам показать, что крещение всем отворяет небо, запертое Адамом. Дух Святый не шел на Иисуса, чтобы мы познали всего, что и на нас, когда крещаемся, приходит Дух. Ибо Господь не имел нужды в Духе, но все творит ради нас и сам бывает первенцем во всем. Послание Колоссянам 1.18 Что мы имели принять впоследствии, чтобы быть первородными во многих братьях. Как голубь, чтобы мы научились, что нам нужно быть кроткими и чистыми. И как при Ное голубь изображал успокоение гнева Божия. Так и здесь Дух Святый, потопив грех, примирил нас с Богом. И Сын слышит глаз от Отца произнесенный, чтобы показать, что и нам, крещаемым, Он даровал в Сына положение. В Тебе Мое благоволение. В Тебе я успокоился. Вопросы. Евангелие от Луки, 3 глава, с 23 по 38 стихи. Иисус, начиная Своё служение, было лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маахов, Матафиев, Семееев, Иосифов, Иудин, Иоаннов, Ресаев, Зарвавелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосифов, Елиезеров, Иаримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Меллияев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Есеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Форесов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксанов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Толкование. Господь крестился, имея 30 лет, потому что этот возраст есть совершеннейший, и в нем человек оказывается почтенным или негодным. Луга представляет родословие Господа в порядке обратном сравнительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что родившиеся ныне по плоти есть от Бога. Ибо смотри, как родословие восходит от Бога, и вместе, чтобы мы знали, что он воплотился для того, чтобы всех посредствующих отцов возвести к Богу и сделать с нами. Некоторые спрашивают, как Матфей называет Иосифа с сыном Иаковлевым, а Лука Ильиевым. Ибо невозможно, говорят одному и тому же, быть сыном двух отцов. На это отвечают, что Иаков и Ильи были единоутробные братья, но от разных отцов, что по смерти Илья жену его взял по смерти Илья жену его взял Иаков, чтобы восставить от нее детей. И что поэтому Иосиф называется сыном Иаков по природе, а Ильиевым по закону, ибо Иаков действительно родил его по природе, и он был родной сын его, а сыном Ильиевым он был только по закону, ибо закон повелевал, чтобы жена умершего бездетным сочетовалась с его братом, и чтобы родившаяся от всего союза считалась детятью умершего. Это законие 25 глава 6-5 стихи, хотя по природе оно было от живого, поэтому евангелисты говорят верно и не противоречат друг другу. Вопросы Евангелие от Луки 4-я глава с 1-го по 12-й стих. Иисус исполненный Духа Святого возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе хранить тебя и на руках понесут тебя, и да не приткнешься о камень нагою твоею. И Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего толкования. Господь крестился для того, чтобы осветить воды для нас, имеющие вкусить благодати. После крещения поведен был духом в пустыню, ибо дух святой вводил его в борьбу против дьявола. Уходит в пустыню за тем, чтобы дать дьяволу повод к нападению на себя, ибо он приступает к нам особенно тогда, когда мы уединились. Поститься сорок дней не превышает меры поста Моисеева и Илеина, чтобы тем не подать сатане мысль, что он больше их, но чтобы он приступил к нему, думая, что и он человек, а вместе для того, чтобы не показаться воплотившимся только призрачным. искушается после крещения, чтобы нам показать, что после крещения нас встретят искушения. Поститься, потому что пост есть великое оружие в искушениях и потому, что после крещения нам должно предаваться не чувственным наслаждениям, а посту. враг нападает на него сначала присвящением, как и на Адама в Теетре, потом любостяжанием, показав ему все царства. Как показал? Некоторые говорят, что представил ему их в мысли, но я думаю, что не в мысли, а чувственно показал ему их, представив предочи в призраке, а не в воображении Господа. Далее нападает на него тщеславием, ибо говорит, если ты сын Божий, бросься вниз. Пустословил это, лаская его, чтобы он, обманувшись лестью и желая показать себя сыном Божьим, бросился вниз и таким образом открылся перед ним, кто он. Но смотри, как Господь поражает его писанием. Не искушай, говорит Господа Бога твоего, ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет. Заметь и то, что знать Писание весьма полезно, и Господь поразил сатану Писаниями. Не хлебом одним будет жить человек. Это Моисеево изречение о манне, второзаконие 8.3. Ибо хотя манно была не хлеб, однако ж питало народ равным образом Моисеево изречение сии. Господу Богу твоему поклоняйся и не искушай. Второзаконие 6.13.16. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина Подчеркнутые выше места истолкования блаженного фефилакта должны быть главным вопросом на экзамене при приеме в духовную семинарию и другие духовные заведения. Знание Писания или незнание его вот что определяет доступ к должности священника. Вся книга Псалтирь переполнена этими призывами к любви к Богу и Слову Его. Геннадий патриарх Константинопольский рукополагал в диаконы только тех кто знал наизусть Псалтирь. Может ли быть инспектором на дорогах тот кто не знает правила движения? Как может быть пастырем тот кто не знает как накормить овец чтобы они были сыты здравы и плодовиты? Может ли быть преподавателем красноречия или музыки глухонемой? Если это невозможно представить то почему же столько пастырей не знающих писания и не стремящихся к этому и не проповедующих? Как может излечить врач не знающий врачебного искусства и на практике не исследовавший строение человека и действия препаратов? церковь божия называется лечебницей потому что там звучит слово божие таинство крещения и причащения ничему не учат а только даруют жизнь уже наученную и случайно церковные каноны запрещают до 30-летнего возраста рукополагать присвятера 14-е и 15-е правила 6-го вселенского собора 14-е правила правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем дабы во присвятера прежде 30-ти лет не рукополагать если бы человек и весьма достоин был но отлагать до уреченных лет ибо Господь Иисус Христос в 30-е лет окрестился и начал учить подобное диакон прежде 25-ти лет и диаконисца прежде 40-ка лет да не поставляется и 15-е правило ибо диакон да поставляется не прежде 20-ти лет возраста если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен чтобы он не только успел изучать Библию но и имел хороший опыт работы с людьми вопросы так час прошел у нас пожалуйста вопросы Игнатий Тихонович готов ответить можно да я сегодня смотрела про гликерию там херувимское сердце литургии да кажется так называется Игнатий Тихонович вы говорили что воскресные службы не делается земной поклон а там все сделали земной поклон вот я теперь не в понятках объясните пожалуйста да Тихонович микрофон забыли включить когда священник выносит чашу с дарами с причастием в это время по уставу делается земной поклон понятно у нас тоже так делается ну вот и все то есть в другое время нельзя а именно в это время как исключение получается да а на самой херувимской не надо вставать да на поклон про это не написано воскресенье на коленях не молятся кроме пятидесятницы там специальная молитва делается сноска что именно в этот день колено преклонено считается такие молитвы или вот крестовозвижение крестопоклонные не делят там тоже священник считает особые молитвы на коленях и конечно все прихожане тоже становятся понятно спасти Христос слава Христу еще вопросы задавайте пожалуйста верил а это роман с роликов а оглашенный обязательно им тоже вставать земные поклоны конечно они слышат которые прибывают потому что степень куб настоящих то есть вместе стоять с верующими но не причащаться а так они в притворе как же они будут стоять им тем более это необходимо оглашенные тоже со всеми делают земной поклон только там конечно так еще у кого вопросы додавайте еще вопрос про каноны недавно батюшки это Николай так вот я говорю вот как сейчас каноны соблюдаются он говорит ну а что ты имеешь ввиду я говорю ну вот хорошо человек аборт там сделал ребенка убил сколько ей там лет положено там 15 10 10 ну 10 да а он говорит а ты можешь мне сказать где так было так именно делали из истории пример есть я говорю да как я же вам скажу это вы мне скажите и короче говорит что типа сейчас идут смягчения и в этом плане и по местный собор уже принял там что и батюшек можно чуть ли в 20 лет там рукополагать какой-то там вот такие вещи и что с них взять они вот так отвечают ну вот когда на дороге на красный свет едет человек его остановил там полицейский служба дорожная ну а скажут а где вы видели чтобы штрафовали где вы видели он же не говорит это блестителю порядка а здесь наглые принаглые попы это вселенский собор говорит правила Василия великого а вот нигде так не выполняется за хвостом яму такого адра что тут ты же подтвердил что нет то нет значит лавочку закрывать надо на храм огромный амбарный замок все которые до 30 лет они должны быть сегодня все извергнуты канон даже Христос раньше 30 лет не вышел у евреев закон был такой вот в Америке президентом может быть каждый кто живет не меньше 10 лет в Америке и возраст не меньше 35 лет у русских глава администрации 30 лет и когда коснулась после смерти Ахмата Кадырова сына его избирать Рамзана ну и там к нему расположены хотели он говорит да ко мне только 27 лет да ладно это мы тут закон сделаем по Чечне чтобы раньше и нет не пойдет говорит так я еще университет не закончил как раз закончу и он не пошел на это нарушение вот когда Путин по 4 года избирали президента и вот тоже хотели что дескать ну давай еще он говорит нет и он отошел а потом этот закон приняли теперь избранник народа 6 лет будет когда прокладкой был Медведев все по закону сделали тут уже это закон а это помпы просто они обнаглели беспредел они топчут 413 канонов под ногами каждый день из 719 я много времени потратил пока это все вывел по каждому собору разложил и ни один нигде рта не раскрыл чтобы сказать да это неправда у меня один был диакон в защитники пошел когда меня судили Бурдин отец Сергий ну а архиерей то ему пригрозил да его убрал там с диаконов и на меня он говорит ваше счастье что Игнатий не в алтаре он видит только то что вы тут делаете а что вы там делаете за закрытыми дверями а что там делаешь бывает половедра окурок выносят оттуда а где вы это видели что спрашивать антимит переблеванный самая святыня с мощами вот что говорит человек который в алтаре все время нынче у нас на день деревни он приезжал был потеряевки еще вопросы пожалуйста задавайте благодарю просто вот теряешься когда так спрашивают Игнатий что говорят об этом канону церкви мужчина он же первый несет ответственность за то что развелся то разводится либо говорит делаешь аборт и мало мало что говорит он может тебе дал бомбу скажешь иди взорвить на дорогах что нибудь как шахидки делают ну говорит и говорит он отвечает за свои слова а ты за свои поступки он говорит он как убийца наставляет тебя но убиваешь что ты он тебя не потащил не связал а для верующих эпидемии нету такой нету там ничего про это он говорит это за это его если так то священник то там должны как то приструнить но он говорит еще из это из это даже мирской суд не судит но он сказал а действия то никакого нет он отвечает перед богом за слова что он сказал лично там к своим где-то он законе нет таких статей а кто побуждает к этому он то же самую эпидемию несет вот побуждает допустим сделай аборт и кто делает аборт они тоже раньше взятка была при советской власти за взятку очень строго было очень до 15 лет и тому кто взял и кто был посредником который говорил я давай помогу тебе передам и прочее форумы всем давали так и здесь ему тоже должно быть какое-то порицание там или что спасибо христос да да конечно вы знаете что Виктор Николаевич там во Франции он ведет такие же занятия но только по четвергам и по воскресеньям на 4 на часа позже чем мы начинаем еще надо добавить по нашему в Барнауле это значит вот если бы вот четверг если так вот было бы у нас занятие или воскресенье вот воскресеньем мы только заканчиваем и через полчаса он начинает и мы вчера начали противосектантские материалы материалы очень богатые и полные как они нападают сектанты да не надо то другое и как ему надо дать понять эти слова как понимать он говорит и не знает при том по любому вопросу а что такое секта секта это узость узость взгляда на истину он смотрит на истину через щель как в танке Игнатий Тихонович там где Виктор читает ведет занятия лучше конечно чтобы двое людей читали чтобы один как православный один как сектант а не то когда один читает и то и другое путаешься ну он и говорит читает и говорит сектант сказал дальше в книге то там можно и так если бы был кто-то рядом с ним добросовестный чтобы ничего не добавляя просчитал говорит а вот так-то это доводы сектантские он и считает нам понятно конечно можно было бы так но не всегда это удается еще вопросы пожалуйста у кого есть давайте время идет еще про широту взглядов на истину хотел сказать тот же батюшка который спрашивал где канон соблюдали когда-нибудь он говорит ну вот Иисус сказал что когда фарисеи ему говорят а что твои ученики не постятся он говорит ну не должен поститься когда жених с ними вот а потом в другом месте он сказал я с вами во все дни до скончания века то есть поститься вообще не нужно получается если так совместить два Володя подойди то что-то я не совсем понимаю все кто говорит так отрывки повтори еще раз пожалуйста батюшка что-то там говорит о канонах у какого толкователя мы к микрофону поближе ничего не слышно он так слышно нет ну получше маленько ну поближе к микрофону он говорит читал толкователя толкователь говорит что Христа спросили фарисеи что почему ученики твои не постятся он говорит не должен поститься когда учить ну жених с ними а в другом месте он говорит все я с вами во все дни до скончания века и говорит два места совместил получается поститься вообще не надо ну я слышал ну еще теперь он все для утробы делает для утробы все продается и покупается почему ему так не сказать он говорит что это не может а ты недостоп выключите микрофон а кто там пунктует это у Льва Толстого Хаджи Мурати написано говорит перелез передними перелезай задними так и попал он куролесец что попало эти кантоны каноны это о разном говорят одни говорят о том что Христос пребывал здесь во плоти я с вами а в Пятису нету церковь поститься так он и в Пятису с нами духовно тут рассчитано не знаю на кого он что говорит совершенно люди еще не соображают я с вами был здесь он говорит о времени пребывания на земле все дальше никуда не идет вот эта фраза его доколе жених с вами с вами речь идет до его вознесения до распятия а сегодня другая мерка он с вами до скончания века это в духовном плане к тому и не относится совсем он совсем писание не знает дуркует срам один слушать даже нечего ну вот здесь Наталья усатая заметила а когда отнимется жених тогда и будут поститься тоже же по словам вот он отнятый был распятый взяли арестовали и в церковь поститься в среду иуда предал постный день пятницу он был распят взят церковь так установила а вот пасхальная неделя когда там сплошная масляная сплошная теперь святки от рождества до крещения до сочельника крещенского нету пятницы нам зачем это думать-то когда уже установлено все а почему когда нас где-то вызывает что-то делать мы же не спрашиваем почему сказали подтягивайся беги а почему бежать в армию берут до призывников нет его заколотят запинают а здесь так вот привыкли куролесить и куда-то лезут вот прямо слышать нечего Антони Храповицкий это который основатель зарубежной церкви тоже там в саду он это главное в саду перенес и писание так не учит главное он сказал для чего ты оставил меня на кресте вот начинает и глядишь Бердяева Павел Флоренский Александр Мень они залазят за грань и делаются как веритики а я вот я даже с Александром Менем беседовал он он верит в то что человек как путем эволюционного развития как обезьяны ну куда это годится что не так что курица гусь сразу сотворено нет они один в один превращались ну к дурь и дурь это не простая самая самая все на эту тему нечего говорить надо исполнять посты и все а с нами в духовном плане мы молимся и он с нами мы ощущаем это что еще нету у нас расскажите расскажите что ну это все время еще есть ну так давайте пускай фроликов задает да роман фроликов вот прочитали когда стих где говорится что эффект болгарский толкует что мать Иисуса Христа хвала ему Мария не знала получается что как будто она Иосиф они не знали что он бог Иисус Христос то есть пока вот ну вот он не стал исцелять видимо воскрешать людей они это не знали так ли это ну так как есть не знали и она считала даже что простой человек мало того что с ним что-то неладно пришли взять его написано вышел из себя то есть с ума сошел в дурдом надо вести его у нас была еврейка одна она веру и не пела здесь в общине но она не была членом общины а ходила Бога истина от Бога истины она не признавала это мессианские евреи большинство так верят что Христос был мессией обещанный израильскому народу но не Бог ну я говорю ну как же так она говорит а вы его признали бы Богом вот он как к Закхею пришел бы сейчас к вам в дом ваш вот здесь сел бы и вы его признали бы Богом тогда я говорю нет ну так еще спрашивайте я говорю сегодня сидел бы я признал а тогда нет как же как же не знали Игнатий Тихонов если ангелы пришли что там она зачнет от святаго духа как же не знали то ну а то мы считаем дорогая сестра мы когда считаем зачатать духа святого ну и дальше то что он Бог то нигде Христос так не учил зачатать духа святого ангела где там написано что он Бог там нет этого это потом уже будет Фома Василикин Господь мой Бог Иоанна пишет в начале было слово слово было у Бога и слово было Бог людей говорили ты делаешь себя равным Богу за это хотим побить тебя камнями а так чтобы он вышел и сказал я Бог да 10 глава 30 стих Евангелия Иоанна говорится я отец одно то есть равное в чувствах в отношении ко всему так и сказали ему родишь Иммануил дашь имя ему Иммануил что означает вот я поэтому всегда думал что они знали да не знают с нами Бог еще Богами назывались люди сонми богов превознесу тебя говорит сонми богов князья все назывались Богами тут же надо все это брать поэтому что Бог это еще не все означало большой лист маленькой буквы вот заметьте подходят к Иоанну Крестителю и говорят что ты крестишь ты пророк он говорит нет как нет то когда он пророк а вот в греческом языке там стоит артикль с придыханием тут греки греков то нет сегодня вот как в немецком языке там а если неодушевленное там все просто пророк один из пророков сказать айн вот так так и в английском языке а тут означает ты тот пророк о котором Моисей сказал он отвечает нет но он пророк что они спрашивали они спросили ты просто тот пророк он говорит нет не тот я просто пророк как все страны пророк а пророком с большой буквы называть будут Христа и что с нами Бог так он с нами или не не с нами то есть это мы должны сказать и Эммануил это имя было и оно сейчас Эммануил Кант так это имя человеческое с нами Бог через этого человека мы ощущаем Бога тут же не просто так отец вечности вот тут уже никак не переначиваешь то есть он творец всего никогда не надо залазить за эту грань где святая православная церковь вселенская определение дали святая нераздельная единосущная троица повторяй даже не понимаешь никуда не заходи ни отцу ни сыну ни духу святому начала нету безначальная единосущная одной сущности но это три лица а как да кто знает как когда ангелы желают в это приникнуть ангелы он показал себя ангелом ангелы его не видели а может миллионы лет воспевали свят 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 господь савауф может быть и так а теперь они его увидели он стал видимый так давай сколько у нас тут пенсионеров пенсионеров сколько у нас наверное вот так ну всяком случаях человек наверное семь я вот знаю которое а зачем я это спрашиваю а то чтобы молились семикратно в день молитва это три святое и сто поклонов это один раз псалом 118 164 стих семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей вот попробуйте так пенсионеры свободное если вы этого не можете делать что-то неладно Игнатий Тихонович семикратно по сто поклонов это 700 поклонов сначала три святое Рахиль три святое прочитаешь царю небесный утешитель в церкви считается как и отче наш все а потом 100 поклонов это семикратно сделать значит 700 раз в день ну да 800 это минимум у тебя может быть и тысяча но не считая утренней вечерней молитвы это не считается на меня и так удивляются что я больше двух раз молюсь двух раз говорят что и утренней и вечерней я говорю ну конечно я как пенсионер могу сказать что 18 раз становиться на молитву в день и чтобы люди обращались тебе за помощью это вполне достижимо ну не всегда я вот очень занятый мы встаем в 4.40 а я в 3 бывает в 2 с чем-то и уже все до вечера я в интернете сижу с письма отмечаю пока часа 3 у меня уходит на разбор почты каждый день вот значит ночью которая это тоже в 7 ходит уже семикратно и бывает до 18 раз в день можно становиться на молитву ну утренней вечерней получается в день 2000 поклонов Игнатий Тихонович я хотела спросить вот у меня дети спрашивают и муж тоже ну я-то понимаю я им объясняю вот изображение Христа да то есть его изображает таким какой он пришел во плоти но как Бог его никогда никто не видел да конечно как Бог а как он Бог Бога человек Бога человек изображает Бога человека мы видим по человечеству а божественное там ну его святость с ним вокруг головы показывает а ну я так и объясняю детям тоже поэтому когда рисует какого-то дедушку а там треугольник голубь над ними троицу это запрещенная икона ее нельзя рисовать Бога никто никогда не видел единонасущный сын сущий внедрющим он явил то есть он явил отца видящий меня видел отца так что приходите в воскресенье Виктор Николаевич будет продолжать дальше мы уже начали один урок прошел кто записывал тут я не знаю Роман Николаевич может записывал вчера уже он начал в четверг все наверное выдохлись давайте помолимся короткий вопрос короткий вопрос ответ то может быть не короткий ну задавайте задавайте все вышел он Николай достойно есть якова истину вложить и тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога Нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без искрения Бога Слово родшую Сущую Богородицу Тебя величаем на тихо молитесь любящий наш отец небесный мы молим тебя ради Иисуса Христа спасителя наше услыши прими нашу молитву благодарение и словословие тебя ибо ты достоин всяческого прославления благодарим тебя что вера еще есть на земле хотя ты сказал Господи что придет сын человеческий найдет ли веру сохранена святой православной вере от замостов еретиков от всего что не славит тебя сохрани народ русский не славит